Добрый день, братья! Спасибо, что собрались. Добрый день, братья! А то Крымно! По поводу Крыма, по поводу Крыма. Вот смотрите, наша власть, если не дай бог мы сейчас с вами замутим здесь Псковскую республику, или там Новгородскую республику, что наша власть нам скажет, сепаратисты, к ногтю их, на божественное, хотят развелить великую неделимую Российскую Федерацию, хотя мы потребуем только республику в составе Российской Федерации, на таких же правах, как Чечня, Ингушетия и так далее, без выхода из России, разумеется. Я законопослужный гражданин. Что мы делаем? Мы поддерживаем Донбасс. Донбасс требует того же, что мы сейчас с вами потребовали. Но для нашей власти кто? Активисты Донбасса? Борцы за свободу. Кто были бы мы? Ну, негодяи, которые пытаются развалить Россию. Радости по поводу Крыма хотите испытать? Ну, я погляжу, как вы приедете через пару лет в Крым, и вам плюнут в лицо крымчане, которые увидят российские реалии, когда туда напустили кавказцев, азиатов и прочую нечисть, которая затопчет их ей пляжи, поднимутся цены на ЖКХ. А как вы знаете, совсем недавно в Севастополе был разогнан митинг российскими полицейскими, приехавшими из Москвы, наводить российские порядки в Крыму. Потому что крымчане привыкли, что они делают митинг как? Они уведомляют власти города об акции и выходят на нее. Но в Российской Федерации надо же разрешение, ребята. Нам надо разрешить, нам надо написать какие слова, мы будем говорить тексты, лозунги, и только после этого скажут, разрешат нам или не разрешат, визилить волю. Демократия у нас, ну, понятно. Поэтому что тут говорите? Я хочу вспомнить слова Рамзана Кадырова, который сказал, чечьяк для чеченцев, там, а Россия для всех. Сделайте свою республику и тогда решайте, кому не жить, кому не жить. Слова героя России. Заметьте, Рамзан Кадыров, герой России, ну, нашей путинской России. Я думаю, настоящий герой России в гробу переворачивается, когда ему звезду вручали. А живые, наверное, кидали эти звезды. Вспомните, пожалуйста, убиенного этого украинского бандерца. Не помню, как там его просьбище там было, может, напомнит кто. А, бедых это какой-то, или кто там, Сашка Белый, да? Ну, Сашка Белый воевал в одном отряде с Рамзаном Кадыровым против русских. Резли группу на пару. Кадыров резал, Сашка Белый резал. Ну, Сашка Белый там убили по делам. Но спрашивается, почему Сашка Белый враг России, когда это друг России, если они сделали одно грязное дело, убивать русский солдат? Как это всем русским матерям, потерявших своих детей в Чечне? Поэтому вопросов внук к этому режиму. И не надо радоваться олимпиадам, победам в Крыму и всему прочему. Потому что все это делается не для вас, не для русских. Все это делается для того, чтобы сделать очки этой власти, которая теряется рейтинг. Сейчас рейтинг ее реально поднялся. Потому что половина вот таких вот русских, одурманенных пацанов и девчонок кричат славу Путину только потому, что он дал вам Крым, который вам не нужен, вы туда съездить не сможете. И провел олимпиаду, на которой вы тоже не были, потому что у вас бабок не хватило туда поехать. А вот я, когда был Крым украинским, ездил туда нормально. Знаете почему? Потому что, во-первых, там русских всегда любили. Никаких бандеров там в помине не было и не будет. Это раз. Во-вторых, цены там были украинские. Я со своими российскими рублями, ну, где-то хоть почувствую себя богатым человеком. А сейчас я и там себя человеком не смогу почувствовать, потому что чечены скупят все пляжи и зависят бабки. Хотелось бы закончить мое выступление, скажем так, маленьким плагиатом на слова поэта. Россия спрямит ото сна, и на обломках Путину власти напишут наши имена. Спасибо за внимание. Свобода Руси! Свобода Руси! Слава героям! Слава героям! Героям слава! Героям слава! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного!